Снега хватит всем. В горах Сочи впервые за пять лет горнолыжный сезон будет открыт до середины мая. Сочинцам надо поторопиться. Для оформления земли, полученной в садовых товариществах, сейчас есть четкая схема. Об этом стало известно на планерке главы города. В Сочи разыщут торговцев заповедными растениями, а еще на экологическом совете решили, как умные технологии будут бороться с загрязнением воды. Я включаюсь в мир. В Сочи открылась выставка работ детей с ментальными особенностями развития. В горах Красной Поляны впервые за пять лет горнолыжный сезон будет открыт до середины мая. По данным Росгидромета, он стал самым снежным за последние пять лет. По сравнению с прошлыми сезонами, зимние и весенние месяцы выдались более холодными и осадки выпадали чаще в виде снега, который прекрасно сохранился на высотах. На отметках свыше 2000 метров средняя толщина снежного покрова более трех метров. Горнолыжные курорты Красной Поляны официально заявили о продлении периода продаж скипасов и после майских праздников. И это повлияло на количество желающих позагорать в горах. По предварительным оценкам, с начала горнолыжного сезона, то есть с декабря, в Сочи отдохнули уже 1 миллион 456 тысяч человек. Приток туристов в сравнении с прошлым годом составил 3%. На смену курортному сбору может прийти гостиничный. Минфин собирается ввести в Сочи новый налог. Минфин России выступил с инициативой внести изменения в налоговый кодекс о введении в действие с 2023 года вместо курортного сбора нового гостиничного налога. Согласно пояснительной записке к законопроекту, предполагается, что платить новый сбор будут организации физлица, предоставляющие услуги по размещению граждан. В записке также говорится, что ставку сбора будут определять власти на местах. Но в любом случае размер сбора не будет превышать 100 рублей с каждого клиента отеля или гостевого дома в день. Напомню, в эксперименте по курортному сбору в Краснодарском крае участвуют Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий ключ и четыре поселения Туапсинского района. Общая сумма сбора составила около 108 миллионов рублей. Полученные средства направят на благоустройство этих городов. На Кубани запретят ремонт дорог в летний сезон, в том числе и на федеральных трассах. Об этом сегодня на краевом планерном совещании говорил губернатор Вениамин Кондратьев. Также глава региона отметил, что на участках в сторону побережья не должно быть реверсивного движения. Основная задача – не допустить пробок на трассах, ведущих к морю. На совещании также обсудили работу регионального дорожного фонда. В этом году его объем составляет 32 миллиарда рублей. На что направят средства и где появятся новые транспортные артерии, коллеги из Краснодара расскажут подробнее. Путь, который измеряется минутами, растянулся на часы. Пробка длиной в 7 километров застала автомобилистов врасплох на восточном обходе. Дорожная полоса от поселка Индустриального до улицы Уральской на минувшей неделе в картах навигатора окрасилась в багровый цвет. Причина тому – ремонт федеральной трассы. Интересы автолюбителей уже учли. Работы на участке будут продолжаться только в ночное время. Ситуацию в числе прочих сегодня обсудили на краевой планерке. На совещании Вениамин Кондратьев собрал своих заместителей, руководителей профильных ведомств, глав муниципалитетов, а также дорожников. Курортный сезон уже близко, а значит нужно подготовить автомагистрали к наплыву туристов и гостей региона. Губернатор напомнил, все основные ремонтные работы на дорогах нужно закончить до 1 июня. О реверсивном движении в летний сезон не может быть и речи. В курортный сезон, еще раз подчеркиваю, даже работа ночью, она ни к чему хорошему не приведет, потому что поток настолько интенсивен отдыхающих, что едут и рано-рано утром, и поздно-поздно ночью. Поэтому принцип для работы и для ремонта дороги времени в течение суток не остается, даже ночью, еще раз подчеркиваю. Как и в прошлом году, 1 июня мы завершаем ремонт любых дорог, потому что мы входим в курортный сезон. Реверс исключен по определению и мы должны оставить двустороннее движение. Понятно, до осени, когда курортный сезон пройдет, и тогда уже опять приступить к дальнейшему ремонту. В этом году на Кубани отремонтируют около тысяч километров дорог. Объем фонда колоссальный, 32 миллиарда рублей. И каждая копейка пойдет на конкретные цели. 21 миллиард рублей выделили на региональные дороги и около 10 на муниципальную сеть. Губернатор обратился главам. До 1 мая нужно заключить контракты с подрядчиками и не стоит затягивать с подачей документов. Важно, чтобы строители обращали внимание не только на сроки, но и на качество работ. Хорошие и ровные дороги должны появиться даже в самых отдаленных станицах и поселениях. 10 миллиардов рублей достаточно огромная судьба. Еще раз подчеркиваю, но заключением, наверное, Москвы, Восковской области, никакой больше регион не может похвастаться, что 10 миллиардов выделяет на муниципальные дороги. Здесь мы должны показать, что это не просто деньги выделенные. Эти деньги, они трансформировались в качественные, новые, либо существующие, но хорошо отремонтированные муниципальные дороги. Коллеги, вот еще раз подчеркиваю, я обращаюсь к главу муниципальных образований. 10 миллиардов – это внушительная сумма, это ощутимо. Вот это должны, в первую очередь, ощутить жители не в километрах и в общем освоении, а в конкретных улицах и конкретных промежутках. Конкретно, по которым мы можем с вами пройти и конкретно посмотреть. Результат, если он есть, он будет явно видим жителями. И вот это я хотел бы, чтобы жители мне сказали, когда мы в район все вместе приедем. Анатолий Леонидович, вы проконтролируйте, чтобы на такой был подход, именно такой. Уровень дорожной инфраструктуры – важный фактор, который влияет на качество жизни в регионе, уверен Вениамин Кондратьев. В крае выделяются весомые суммы на развитие транспортной сети. Например, в этом году приступят к строительству двух масштабных проектов – обходы станицы Ленинградской города Тимошевска. Такое долгожданное решение позволит устранить заторы и пробки в двух населенных пунктах. Станицы Ленинградской подготовительной работы уже вышли на финишную прямую. Получено заключение госэкспертизы. А в Тимошевске закончили проектировать дорогу, которая свяжет между собой несколько транспортных узлов и путепроводов. Обход Тимошевска – это второе очень важное, принципиальное сегодня решение. Мы начинаем строительство обхода Тимошевска. Тема тоже не то, что она назрела, она уже перезрела. Сколько бы мы в Тимошевске не были, вопросы одни и те же. С этими переездами железнодорожными, что люди по два часа стоят в машинах. Машины закипают, и люди закипают лет. Поэтому объезд Тимошевска – это сегодня стратегически важная задача. И сегодня мы заявили, что мы приступаем в этом году. Мы должны приступить в этом году к объезду Тимошевска. А когда мы его закончим? Я думаю, не менее трех лет у нас уйдет на строительство. Там проект очень большой, там большое количество путепроводов, земельных работ. Там категория дороги у нас первой, категория дороги. И строительная длина 14,7 километров. Тем не менее, в этом году мы приступаем к обходу Тимошевска. Правильно я понял? Да. Впервые в рамках профильного нацпроекта возможность не просто залатать дыры, а привести в порядок целые автомагистрали получили Сочи и Новороссийск. До этого в программу входила только краснодарская агломерация. Участки, на которых появится ровное дорожное полотно, выбирали сами жители. Обновление в Олимпийской столице ожидает 63 улицы и 10 в городе Героя. Одна из таких улиц, Видова, ее называют дублером Анапского шоссе. После ремонта, как говорят сами дорожники, Новороссийск снова задышит и избавится от многокилометровых пробок на въезде и выезде в город в часы пик. Из-за одновременных работ на нескольких улицах, курортные города не должны встать в пробку. Перед началом летнего сезона в порядок также нужно привести трассы, обочины и придорожный сервис. Ведь о наших курортах туристы в первую очередь будут судить по состоянию дорог. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Перец. Кубань-24. Краснодар. Рабочий день главы региона прошел в Белореченском районе. Бениамин Кондратьев вместе со своими заместителями посетил ряд знаковых предприятий. Губернатор осмотрел завод по производству сока. Южная соковая компания – одна из крупнейших в стране. Предприятие на рынке уже около 30 лет. Имеет огромный опыт переработки. Напитки производят без консервантов и красителей, используя фрукты, выращенные в Краснодарском крае. Полученный сок также упаковывают на заводе в Белореченске. Мы сегодня увидели, что апрель месяц яблоки пусть холодильника, но это свежие яблоки, которые к вам поступают в переработку. Сегодня Кубань достигла такого уровня, что она не только может вырастить яблоки, она может сохранить их, может производить и красиво упаковывать все, что сегодня на Кубани выращивается, сохраняется, перерабатывается и производится. Это сегодняшний уровень агропромышленного комплекса нашего края. Друзья, мы вчера могли говорить о таком соке, но только импортном, который к нам приезжал из-за рубежа. А сегодня наше содержимое, наша упаковка – это полностью наш отечественный кубанский продукт. После осмотра предприятия губернатор провел уже традиционную встречу с активом. Белореченский район занимает девятое место по уровню социально-экономического развития в крае. Основу экономики территорий составляет промышленное производство. Его доля в структуре базовых отраслей составляет порядка 56%. 900 многодетных семей на Кубани получат в этом году землю под строительство домов. Качество предоставляемых участков не должно вызывать вопросов, подчеркнул губернатор. Вениамин Кондратьев потребовал обращать особое внимание на наличие необходимой вокруг территории инфраструктуры. На случай отсутствия условий для предоставления земель глава региона поручил разработать альтернативные инструменты компенсации многодетным семьям. Земельные участки сегодня должны однозначно многодетным семьям быть предоставлены. Однозначно предоставлены. Они еще должны быть с инфраструктурой. Вот в чем проблема. А у нас либо участки дают непонятно где. Не доедешь – не дойдешь до этих участков. Еще плюс без дорожной инфраструктуры и любой инфраструктуры. И возможности предоставить участков, как самих участков земли нет. Так, естественно, и инфраструктура дорогая. А может быть, альтернатива будет дешевле. Давайте просто посчитаем для начала. Здесь надо посмотреть очень удумчиво ситуацию и найти вот такой алгоритм. Я считаю, надо не одним путем идти, а несколько. Исходя из реальности, давайте посмотрим на другие способы решения этой задачи. Всего в Краснодарском крае с 2011 года муниципальными властями многодетным семьям предоставлено более 15 тысяч земельных участков под строительство домов. Ну а сочинцы могут оформить права на земельные участки в районных администрациях. Касается это тех участков, которые по каким-то причинам не были узаконены в советское время. Главное условие – чтобы земля находилась в границах садоводческих товариществ, прошедших инвентаризацию. Это было озвучено сегодня в ходе планерного совещания главы города. Помимо этого были подняты темы благоустройства, в частности ремонта межквартальных дорог. Все подробности у Татьяны Говорковой. 1 апреля стартовал Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. В Сочи начались работы по уборке русел рек, мусора на улицах и тротуарах. В порядок приводят зеленые насаждения и скверы. Особое внимание Анатолий Пахомов попросил уделить Теренкуру. Началось в Сочи обновление дорог. В рамках национального проекта на эти цели городу ежегодно будут выделять свыше 800 миллионов рублей. Анатолий Пахомов распорядился направить дополнительные средства из городского бюджета и на межквартальные проезды. Перечень тех, которые нуждаются в ремонте, будет подготовлен районными администрациями. Но уже сейчас точно известно, что в нем окажется и междворовой проезд у дома номер 14 по улице Ворошиловская на Бытхе. Это решение было принято главой города во время обхода. Еще одна тема, понятая на планерном совещании – оформление прав на земельные участки в садоводческих товариществах. В Сочи насчитывается порядка 800 участков, на которых были утрачены или недооформлены документы. Теперь их можно оформить в административном порядке. Для этого нужно прийти в МФЦ или районную администрацию. Для обращения потребуется схема садового участка и документ, заверенный правлением СНТ о выделении земли. Гражданин, который владеет земельным участком, который раньше ему выделялся, он может собрать документы, а это получается схема земельного участка, обратиться к кадастровому инженеру, чтобы определить границы, если земельный участок не сформирован. И, соответственно, в своем правлении взять документы о том, что земельный участок действительно выделялся, предоставлялся и с этими документами обратиться в районную администрацию. Услуга по оформлению права производится в течение месяца. Главное условие, чтобы садоводческое товарищество было инвентаризировано. Эта работа организована районными администрациями еще в 2017 году, чтобы владельцы участков смогли избежать суда и лишних затрат. На сегодняшний день инвентаризацию прошла половина от общего числа садоводческих товариществ. Завершить эту работу планируется в марте следующего года. Именно до этого срока у сочинцев есть возможность оформить свои права на землю. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 3 апреля в Сочи переменная облачность, временами дождь, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем 10, 12 градусов выше нуля. Весенние образы от французской фирмы Эвелин Болеро. Модные наряды на новый сезон. Магазин «Дамский каприз», торговая галерея напротив Агропрома. Добровольные онлайн-взносы в пенсионный фонд, выбор электронного страховщика и блокировка сайтов, вредных для молодежи. Все эти изменения вступили в силу сегодня. Со 2 апреля заявление о добровольном перечислении взносов можно подать онлайн в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Раньше для этого нужно было обратиться в одно из отделений. Добровольная уплата касается тех, кто работает в компаниях, не перечисляющих взносы за сотрудников, а также официально не работающих и не зарегистрированных на бирже труда. Также подать заявление могут те, кто пользуется специальным налоговым режимом, так называемый налог для самозанятых. Он в тестовом режиме введен в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. Также со 2 апреля при покупке электронного полиса ОСАГО через систему Егарант и бумажного через систему Единый агент водитель может самостоятельно выбрать страховую компанию. Раньше ее автоматически назначала система. К слову, теперь при продаже полиса страхования жизни агенты обязаны рассказывать клиентам о всех рисках и важнейших условиях договора. В частности, предупредить, что высокая доходность в этой программе не гарантирована. Еще одно нововведение теперь в досудебной блокировке сайтов сможет принимать участие Росмолодежь. По решению федерального агентства сайт будет внесен в реестр запрещенной информации, если на нем обнаружатся сведения, направленные на, я процитирую, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и здоровья. Конец цитаты. Ну а до этого подобные полномочия были только у Роскомнадзора и МВД. В Сочи пройдут рейды по местам торговли дикорастущими растениями. Об этом стало известно на очередном заседании экологического совета при главе города Сочи. Цель рейда по местам продажи так называемых дикоросов – это определение карантинных растений и сохранение краснокнижных видов. В состав контрольных групп войдут и члены городского экологического совета. На очередном его заседании также рассказали, что в городе продолжается работа по инвентаризации зеленых насаждений и замене заборов на живые изгороди. Рассчитана эта программа на несколько ближайших лет, ведь ее реализация зависит от скорости роста кустарников и деревьев, которые будут служить изгородью. Также на совещании обсудили реализацию в Сочи проекта «Умный город». Современные технологии должны прийти во все сферы жизни курорта. В том числе помогут бороться с незаконными канализационными сбросами. Мы попросили, чтобы мы внедрили на этих выпусках, а выпуски, понятно, это ливневки, на этих выпусках будут стоять клапаны с умными индикаторами. И если вдруг будет индикатор видеть, что это не стандартная вода, которая должна в ливневке быть, то она закроет этот клапан. Также члены Сочинского экосовета рассказали, что готовы включиться в работу по сохранению историко-культурных объектов, архитектурных и археологических памятников. Краснодар за это отвечает, естественно, регион, но ресурсы у Краснодара тоже ограниченные. То есть 6-8 тысяч памятников контролировать они не могут ежегодно. Поэтому надо отработать механизм, как на уровне муниципалитета мы будем помогать. Филиалы Народного университета могут появиться во всех районах города. Такую инициативу поддерживает депутат городского собрания Сочи Константин Гергишан. Накануне он провел встречу со студентами университета. Народный университет, организованный для людей серебряного возраста, уже готовится отметить пятилетний юбилей. Он базируется в санатории знаний, несколько лет ведет активную деятельность. Гостями его становятся представители власти, депутаты, ученые и политики. Люди старшего поколения хотели бы, чтобы у них в районах тоже были такие сообщества. Возникла необходимость его расширять принципиально. И городское собрание, и председатель собрания, мы вот недавно обсуждали эту тему на таком небольшом совещании в городском собрании, видит в этом очень хорошую перспективу повышения активности людей в жизни города. Депутат городского собрания Сочи Константин Гергишан возглавляет комитет по санаторно-курортному делу и туризму, охране окружающей среды. И, конечно, вопросы ему задавали по экологическому проблемам курорта. У нас это волнует, потому что у нас дети, внуки. Хочется, чтобы они жили, чтобы пользовались и дышали свежим чистым воздухом, чтобы они купались в море и ничего не боялись. Впереди лето, впереди большие заезды. Социологи наши дают информацию, у нас будет много людей. Конечно, людей беспокоят, жителей проблемы. Да и мусорных свалок, вы понимаете, вывоз мусора и состояние воды. Подобные встречи проводятся в Народном университете часто. Люди не остаются равнодушными к проблемам курортного Сочи, поэтому хотели бы как можно больше получать информации от официальных лиц. Я включаюсь в мир. Под таким названием в Сочинском художественном музее открылась необычная выставка. Авторы работ – воспитанники Центра инклюзивного развития «Включи». Вернисаж приурочен ко Всемирному дню распространения информации о проблемах аутизма. В Центре инклюзивного развития «Включи» творчеству уделено особое внимание. Не секрет, что этим ребятам порой сложно выразить свои чувства словами. Но гораздо проще сделать это через создание картины, скульптур. Сегодня часть работ представлена в Сочинском художественном музее. Опыт, конечно, очень интересный. Дети просто потрясающие. Мы с ними занимаемся. И я вообще, меня когда спрашивают, ты там не устаешь с детьми, да? Я просто не замечаю, как время проходит. На самом деле это очень интересно, очень приятно. Настолько талантливые дети. Участникам выставки вручили грамоты и предложили площадку для следующей выставки. Родители в восторге, потому что никто не ожидал такого результата от обычных занятий рисования. Дети нас поражают. Дети показывают замечательные результаты на этих уроках. И вот результаты их трудов сейчас здесь, на выставке. Мы ими гордимся. Может быть, они вырастут, как будущие художники, ну или будут работать в этом направлении, связанное с каким-то дизайном. Мы очень надеемся на это. У нас нет прям такой цели, но мы видим, что все может быть, все реально. В Сочи регулярно проходят мероприятия в поддержку людей с ментальными особенностями развития. Найти помощь и единомышленников родители и сами дети могут в специальных объединениях. К проектам этих центров активно подключаются и деятели культуры, и спортсмены. Чайковский объединил две страны – Россию и Великобританию. В Сочи 4 апреля пройдет концерт Сочинского симфонического оркестра и известного британского пианистца Джорджа Харлеона. Сегодня прошла первая совместная репетиция. Музыканты исполнят второй фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского в авторской редакции. Тем самым откроют региональную программу в контексте перекрестного года музыки в Великобритании в России. Сочи в этом отношении лидирует. Мы оказались первыми, кто в рамках объявленного года музыки, он начинается с 1 марта 2019 года, делает вот такую акцию. И мы рады, что сегодня Сочи интегрируется в культурную жизнь целой страны. Пригласили молодого, но уже известного в Великобритании пианиста Джорджа Харлеона. Он студент Королевского колледжа музыки в Лондоне и победитель конкурса Grand Piano Competition, председателем которого является известный российский пианист Денис Мацуев. Кстати, в России это не первое выступление Харлеона. Он уже успел покорить лучшие российские площадки, выступая с такими дирижерами, как Александр Сладковский и Валерий Гергиев. Но в Сочи он впервые. Джордж Харлеона прилетел сегодня ночью. И это его первая репетиция с сочинским симфоническим оркестром в зале органной камерной музыки. Их будет две. А сам концерт пройдет 4 апреля в Зимнем театре. К слову, интерес сочинцев к предстоящему концерту огромный. После репетиции музыканты признаются, их радует большой спрос на билеты. А пианист мечтает просто побродить по курорту. И, конечно, очень волнуется перед встречей с сочинским зрителем. Я семи лет начал брать профессиональные уроки музыки. Она сопровождает меня на протяжении всей жизни. Я даже не представляю, кем бы мог быть, кроме как не музыкантом. Меня вдохновляют эмоции и отклик зрителей. Год музыки России и Великобритании откроется 4 апреля. А затем в Сочи передаст эстафету другим регионам страны. Елена Авсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok